Доброго времени суток мои дорогие подписчики и гости канала предлагаю вашему вниманию статью под названием 17 амплуальных законов ведения игры для спайдера написано в пятницу 13 марта 2020 итак начинаю начну с вопроса какова главная задача спайдера или центрального полузащитника ответ очевиден но давай его все же озвучим главная задача спайдера это видеть всех видеть все взаимодействовать со всеми и руководить игрой своей команды давай вначале определимся с зоной амплуальной ответственности строгих указаний по поводу таких границ не существует спайдер может быть в районе дуги своей штрафной а может быть и у дуги штрафной соперника у центрального хоббека нет строго очерченной зоны амплуальной ответственности совершенно очевидно что ты играешь центральной полосе футбольного поля от штрафной до штрафной у каждого тренера свое понимание зоны амплуальной ответственности спайдера более того большинство тренеров вряд ли когда-нибудь задумывались о зонах амплуальной ответственности всех без исключения футбольных амплуа если я прав то может быть и нет смысла задумываться над этим как ты считаешь я считаю что для любого футболиста главное выполнить свою амплуальную функцию на 5 баллов а потом уже думать о помощи партнерам по команде и так далее не претендуя на истину последней инстанции покажу свое видение зоны амплуальной ответственности для спайдера смотрим рисунок зона амплуальной ответственности для спайдера обозначена желтым полупрозрачным прямоугольником сразу бросается в глаза что зона амплуальной ответственности для тебя совсем не маленькая и требует хорошей физической подготовки помимо всего прочего я не претендую на истину последней инстанции это лишь мое видение игры и только и так ты обязан контролировать игру и маневрировать в желтом полупрозрачном прямоугольнике это главная обязанность вот теперь когда мы определились зона амплуальной ответственности для спайдера можно поговорить и об амплуальных законах ведения игры для него первое какие бы задания не давал тренер главной обязанностью спайдера является исполнение диспетчерских функций по отношению не только к игровым линиям команды но и по отношению к флангам второе святая обязанность спайдера это владение в совершенстве первым контратакующим пасом об этой передаче нужно думать даже тогда когда соперник атакует ведь если об этом не думать то отобрав мяч или подхватив отскочивший мяч ты не будешь знать что с ним делать на протяжении какого-то времени что умертвит шанс мгновенной контратаки для команды 3 обороняясь спайдер обязан держать под контролем местоположение нападающих оставленных в центре для совершения молниеносной атаки здесь я должен сказать что современные тенденции в обороне когда команда обороняясь не оставляет центре никого или только одного нападающего это натуральный отстой если в фазе обороны твоя команда оставляет в центре менее двух нападающих то о молниеносности атаки даже смешно говорить 4 если соперник находится в начальной фазе производства удара по твоим воротам то блокировать этот удар необходимо тогда когда ты уверен что сможешь отбить мяч в сторону если же блокировка удара для тебя затруднена в силу твоего расположения на поле то лучше удар не блокировать чтобы избежать роковых рикошетов делающих вратаря беспомощным пятое так как спайдер это ключевой игрок команды то играть он должен практически безошибочно принимая очень быстро решение на поле и дирижируя действиями своей команды если передачи должны быть жесткими его передачи прошу прощения должны быть жесткими если необходимо выверенными по силе и обязательно точными шестое даже находясь в глухой защите спайдер обязан ежесекундно отслеживать местоположение не только нападающих в центре поля но и других партнеров чтобы при перехвате мяча или овладении случайно отскочившим мячом принять быстрое и правильное решение седьмое правило никогда не позволяй себе идти в обводку соперника если есть более острое продолжение даже тогда когда твоя команда выигрывает с разгромным счетом все равно не делай этого обводка соперника в таком варианте это необоснованная игра на публику это понт это самолюбование которое пользу команде никогда не приносило и не принесет восьмое восьмое правило всегда играй на команду есть футболисты которые считают что грех не пользоваться ситуацией когда можно провести свои личные таланты и мастерство это заблуждение футбол взрослеет и вместе с ним взрослеет и становится более профессиональными селекционеры и агенты если ты будешь проявлять себя как футболист занимающийся саморекламой а не как командный игрок то это то это заметит если не все то почти все сейчас ценятся командные характеристики игрок игрока его способность играть на команду а не на самого себя девятое правило учись бить с контровых накатов причем обеими ногами когда твоя команда атакует у тебя есть возможность нанести удар со средней и с дальней дистанции особенно ценен такой удар когда мяч летит к тебе навстречу ведь в этой ситуации скорость полета мяча при ударе увеличивается на десятки процентов если не в разы а если учесть что подобные удары смертельно опасны из-за непредсказуемости траектории полета мяча и невозможности просчитывание этой траектории вратарями то такие удары должны быть на вооружении у спайдера любой команды десятое правило не увлекайся перебрасыванием мяча поперек поля ведь твои партнеры делают короткие средние рывки предлагая себя ты не обращаешь на это внимание занимаясь холостыми передачами далекими для обострения игры одиннадцатое правило ты обязан владеть высоким прыжком это полезно как в фазе атаки так и при оборонительных действиях большинство тренеров из двух спайдеров с одинакими параметрами и истории выступления обязательно выберут более рослого футболиста ты всегда должен помнить что если ты не блещешь высоким ростом то просто должен знать что у футболистов ростом пониже рывок всегда будет получше а для спайдера это основа игры двенадцатое правило доводи свою технику подкатов до совершенства спайдер который не умеет делать все три вида подкаты это не полузащитник а недоразумение да ты не защитник но должен помнить что когда участвуешь коллективном отборе умение остановить соперника с помощью подката дорогого стоит тринадцатое правило учись считать игру по глазам соперников их взгляды особенно последний перед тем как коснуться мяча находящегося в его ногах могут дать тебе всю необходимую информацию для успешного проведения перехвата мяча и даже его отбора четырнадцатое правило опережай соперников находящихся к тебе спиной и не утруждающих себя приемом мяча в недодачу если соперник получает мяч расстояние 20-30 метров то находясь за спиной у принимающего ты имеешь все шансы опередить его и перехватить мяч выскочив из-за его спины очень часто это приводит к успеху так как большинство футболистов ленивы и не перестраховываются приемом мяча в недодачу пятнадцатое правило не груби фазе обороны твоя грубость может обернуться штрафным с последующим голевым ударом не испытывай судьбу играешь жестко энергично но по правилам соперник видя что ты не грубишь сам в свою очередь будет относиться к тебе аналогично никогда не забывай о поговорке как аукнется так и откликнется шестнадцатое правило если тренер назначил тебя персональным опекуном какого-то опасного игрока соперника что бывает не очень часто то не прилипай к нему так как рискуешь нарваться на обманное движение остаться за спиной у опекаемого футболиста располагайся рядом но на некотором расстоянии которое не позволит твоему визави сделать неожиданный для тебя маневр семнадцатое правило не забывай о том что ты главное ударное оружие команды при обстрелах ворот соперника со средней дистанции твой классический удар просто обязан быть безукоризненным также не забывай о том что тебе игроку который часто играет перед штрафной площадкой соперника необходимо владеть еще двумя видами удара ударом шведой обводящим ударом внутренней частью стопы еще еще раз хочу сказать что любая рассматриваемая тема безгранична в своей глубине поэтому озвучить все абсолютно все все амплуальные законы ведения игры невозможно если будешь придерживаться озвученного то успешная карьера тебе гарантированно у меня все если ролик вам понравился ставьте лайки буду признателен если поддержите канал финансово номер карточки есть под каждым видео подписывайтесь на канал впереди еще много интересного неожиданного и эксклюзивного